Их притесняли, преследовали и разделяли. Долгие годы курды были в наихудшем положении среди народов Ближнего Востока. Однако сейчас удача повернулась к ним лицом. Они полны сил и надежд. На их стороне история. Курды живут в Ираке 4000 лет. Сейчас они добились фактической автономии. И многие из них верят, что независимость уже не за горами. Теперь власти Ирака не так сильны. Я очень надеюсь, что мы сможем создать независимое курдское государство на севере страны. Ирак граничит с Турцией, где курды составляют не менее 20% населения. Их борьба за независимость всегда была проблемой для Анкары. Лидер рабочей партии Курдистана Абдулау Джалан всегда призывал курдских бойцов вооружаться. И они так просто не сдадутся. Но тяжелее всего приходится курдам в Сирии. Они оказались в центре кровопролитной гражданской войны. Права на их территории предъявляет Аль-Каида. На их деревни нападают боевики, а жители убивают. Курды из деревни Бусуфани, расположенные в 45 километрах от Алеппо, говорят, что все это делает их лишь более закаленными бойцами. Они готовы умереть ради того, чтобы защитить свою землю и свой народ. Каждую ночь они пытаются напасть на нас. Но мы теперь хорошо подготовлены. Мы построили новое убежище, и у нас больше сил. Если нас атакуют, мы будем защищаться. Но мы не станем нападать первыми. С таким боевым духом и сильным желанием получить независимость, курды усиливают свое влияние в регионе. И появление нового государства на карте Ближнего Востока может быть всего лишь вопросом времени. Пол Слиер, РТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова